добрый день тема данного ролика конденсаторы и давайте разбираться с этим вопросом что такое конденсаторы но наверняка каждый из вас знает что прибор такой который стоит в электрической цепи ну и какие-то функции соответственно выполняет вот какие функции он выполняет зачем он нужен для чего предназначен это я бы вам рекомендовала разобраться самостоятельно на примере любого электрического прибора какие функции могут выполнять конденсаторы в рамках же данного видео мы с вами просто даже не выучим а скорее повторим школьный курс физики по разделу конденсаторы ну и в общем так как раз то пройдемся по этим формула по этой теме и так что делает конденсатор ну исходя из самого самого собственно говоря слова что делает конденсатор конденсирует что конденсирует собирает собирает заряд собирает энергию накапливает заряд и накапливает энергию собственно говоря здесь как раз то и написано что конденсатор это система из двух проводников разделенных диэлектриков которые позволяют накапливать большие заряды в небольшом объеме пространство опять же возникает вопрос накапливают уже у нас не только конденсаторы накапливают и аккумуляторы и какая тогда между ними разница и функциональная и по строению но это уже в районе в рамках данного курса в рамках самостоятельного изучения здесь я просто вам задаю вопросы для того чтобы у вас хоть как-то разогралось любопытство и для того чтобы у вас возникло понимание для чего вы изучаете данную тему и так а конденсатор эта система из двух проводников разделенных слоем диэлектрика и предназначена для накапливания заряда и соответственно энергии самую главной характеристикой определяющие электроемкость этот конденсатор является его электроемкость электроемкость как вы знаете обозначается буквой c и она определяется отношением заряда который может накапливать конденсатор к напряжению и так c равно q деленное на у электроемкость измеряется фарада из данного выражения мы видим что один фарад есть один кулон деленное на 1 вольт но и даже здесь то что достаточно уже сказать что один фарад это очень очень большая электроемкость и даже электроемкость его нашего земного шара намного намного меньше чем один фарад я надеюсь мы сможем решить задачу такую на практических занятиях где собственно говоря и убедимся в этом и электроемкость но таких стандартных обычных конденсаторов не выдающихся она обозначена она измеряется в микро фарада на на фарада пика фарада так а чего же зависит электроемкость но здесь кстати говоря мы видим что q деленное на у наверно зависит от заряда и от напряжения не зависит потому что если у нас какой-то цепи стоит конденсатор и вдруг напряжение каким-то образом изменилось уменьшилось ли увеличилось ли вы означает ли это что емкость конденсатора изменилась нет конечно даже исходя из тех бытовых каких-то ваших представлений если вы идете магазин за конденсатор а вы как раз осмотрим тинска какая электроемкость должна быть у этого конденсатора да ну и давайте хотя бы по аналогии из этой формулы ну давайте например возьмем наши знакомые f равно м а из этой формулы вполне можно вывести что масса будет зависеть от силы и от ускорения так это ну нет конечно или f равно к x зависит ли жесткость от силы и абсолютной деформации тоже нет то есть и масса и жесткость и электроемкость это какие-то собственные характеристики данных объектов и так а чего же зависит и от чего не зависит электроемкость конденсатора электроемкость точно не зависит от заряда который накапливает конденсатор от напряжения которому подключен конденсатор электроемкость не зависит от силы тока которая имеется в данной цепи. Электроемкость не зависит от материала, из которого выполнены обкладки конденсатора. Электроемкость зависит от формы и размера проводников и зависит от диэлектрической проницаемости среды, которая находится между обкладками диэлектрика. Давайте рассмотрим плоский конденсатор. Например, что из себя представляет плоский конденсатор? Плоский конденсатор представляет собой две обкладки, некоторой площадью S, расстояние между которыми D, и между этими обкладками находится диэлектрик с некоторой диэлектрической проницаемостью ε. И в этом случае электроемкость плоского конденсатора будет определяться формулой ε, ε0, S деленное на D. В принципе, во-первых, эта формула пригодна только для плоского конденсатора, для всех остальных видов конденсатора, для цилиндрического, для сферического. Это будет совсем другая формула. То есть мы говорим, что электроемкость зависит от формы и размера. S и D – формы и размер конденсатора. Что такое ε? ε – это диэлектрическая проницаемость среды между обкладками конденсатора. Кстати говоря, именно в этом пространстве между обкладками и локализованной энергией конденсатора, о чем мы с вами будем говорить несколько позже. ε0 – электрическое постоянное. ε0 – у нас константа 8,85 на 10 минус 12 степени фарад, деленное на метр. У нее есть собственная размерность. Диэлектрическая проницаемость вещества величина безразмерна. Электроемкость шара, скажем, будет определяться по формуле 4π ε ε0r. И здесь мы тоже видим, что электроемкость зависит от геометрической формы и размера, в данном случае от радиуса этого шара, и от диэлектрика, из которого выполнен этот шар. И, пользуясь вот этой формулой, можете определить электроемкость, скажем, Земли, если радиус земного шара равен 6400 км. Подставив имеющиеся цифры, вы можете посмотреть, много это 1 фарад или нет. Спасибо.